Продолжение следует... 22 октября в 4.57 по Амурскому времени с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1Б». Ее длина 46 метров, вес 314 тонн. Под обтекателем разгонный блок-фрегат с тремя спутниками «Гонец-М» и первым аппаратом федерального проекта «Сфера» «Скиф-Д». Примечательно, что и «Гонцы», и «Скиф» созданы специалистами одного предприятия. Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева в Железногорске. «Скиф-Д» предназначен для обеспечения доступа в интернет. «Гонец-М» используется для организации подвижной спутниковой связи, сбора и передачи данных, промышленного и экологического мониторинга. Ракета «Союз-2.1Б» вывела головную часть на низкую околоземную орбиту. Дальше по целевым орбитам спутники повел разгонный блок-фрегат. Это был первый пуск в 2022 году с космодрома «Восточный» и первый для семейства «Союз-2» на новом экологически чистом топливе «Нафтиле». Мобилизованные военнослужащие танковых подразделений Восточного военного округа приступили к выполнению тактико-огневых тренировок. Они отрабатывают навыки фланговой стрельбы. Занятия проходят на общевойсковом полигоне в Амурской области. В целом я полностью свои навыки восстановил именно по работе с данной техникой. Познакомился наконец-то с другой машиной, на которой я не служил, увидел ее, можно сказать, на картинках. То есть в то время, когда я служил, их не было. Сейчас я знаю эту машину так же, как и знал те, на которых я непосредственно проходил срочную службу. В ходе выполнения упражнений ведется стрельба по мишеням на расстоянии от 800 до 1200 метров. Также экипажи отрабатывают стрельбу по мобильным мишеням, имитирующим танки на удалении 2000 метров. Механики-водители танков отрабатывают навыки прохождения трассы с повышенной сложности, с преодолением различных препятствий, таких как траншеи, рвы, колейные мосты, косогоры и минозрывные заграждения. Боевая подготовка мобилизованных военнослужащих спланирована таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделениям в наступлении и обороне в дневное и ночное время. Кроме тактико-огневых тренировок, мобилизованные проходят курс обучения навыкам пилотирования квадрокоптерами. Занятия проходят как в полевых условиях на полигонах, так и в городской застройке. От группы отделяется два человека. Один несет рюкзак, второй прикрывает его. При достижении точки запуска квадрокоптера один занимается развертыванием самого квадрокоптера, собирает пульты, устанавливает аккумуляторную батарею. Второй этим временем берет в руки пульт управления, синхронизируется с квадрокоптером и производит последующее управление. Военнослужащие отрабатывают полет на корректировку нанесения огневых ударов, ведут разведку местности, а также воздушное патрулирование территории. В Благовещенске подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшую работу, посвященную противодействию коррупции. Участие в нем приняли амурчане с 11 до 17 лет в двух номинациях – комикс, рисунок и литературное произведение, а также социальный ролик. Призовые места заняли ребята из Благовещенска, поселков Дугдазийского района, Чильчи-Тындинского. В Шимановском районе 22 октября произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, припаркованный грузовик на скорости врезался внедорожник. В результате два человека погибли. Обстоятельства устанавливаются. Между тем, по данным регионального Минтранса, в регионе с 17 по 23 октября зарегистрировано 229 ДТП. Шесть человек погибли, 31 травмированы. В амурских школах на уроках физкультуры будут изучать лапту. Такое предложение было выдвинуто на встрече в рамках Всероссийского форума школьных спортивных клубов, который проходит в Казани. По словам министра просвещения России, необходимо открывать в школах различные спортивные секции, чтобы у детей появилась возможность попробовать себя в нескольких видах спорта и выбрать тот, который больше понравится. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00. Самую интересную и оперативную информацию вы также можете узнать в нашем телеграм-канале и на сайте АОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok